Террористическая атака на Крым. Под ударом украинских боевиков Севастополь. Цель – гражданские объекты. Рядом никаких военных баз. Прилеты в жилые дома и офисные здания. Ударные волны выбило стекла в многоэтажках в центре города. Работает система ПВО, сбитый десятки ракет. Атака была, но не по гражданским, а по военным объектам. И очень успешно. Про это пишут и в российских пабликах. По данным источников в Минобороны и среди военных, которые находятся в Севастополе, враг поразил хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров. Также в результате падения обломков сбитых ракет повреждены три самолета Су-27 на аэродроме Бельбек. Один из самолетов поврежден очень серьезно. Два практически точно отремонтируют. Кроме того, вражеские ракеты ударили по месту дислокации наших морпехов. Там серьезные жертвы. Всего в результате атаки, к сожалению, погибли 34 военных. 11 из них – офицеры. Еще около 40 военных ранены. Расследователь Осин Техникал подтверждает, что как минимум три украинских калатых ракеты «Шторм Шэдо» попали в большой узел связи Черноморского флота РФ в центре города. Но этот удар был только началом. Украинским военным удалось ударить дронами по нефтебазе в Гвардейске, неподалеку от Симферополя. Не исключается попадание и в гарнизон Гвардейского. Также удалось нанести удар по двум десантным кораблям. Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», «Центр связи», а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ России во временно оккупированном Севастополе. Уничтожение очередных двух десантных кораблей, больших десантных кораблей, я делаю акцент, сводит на ноль возможность проведения широкомастабных десантных операций российской оккупационной армии на украинском Черноморском побережье. Это были уже уничтожены пять больших десантных кораблей. Соответственно, уничтожение еще двух больших десантных кораблей фактически поставило точку и в планах российской оккупационной администрации по, соответственно, логистике оккупационной армии с силовых районов Российской Федерации непосредственно на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем. Так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя. Михаил Развожаев заявил, что атака на Севастополь в субботу вечером была самой массированной за последнее время. Предположительно, в массированной и комбинированной атаке по Крымскому полуострову было задействовано не менее 12 самолетов тактической авиации, которые осуществили пуск ракет «Шторм Шэдоу», «Скальп», «АДМ-160» и «Нептун». Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук поздравил пилотов с отличной работой. Небо и море одного цвета. Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу. Крым наш. Подтверждены попадания, соответственно, в пункты хранения горючих смазочных материалов, подтверждено поражение больших десантных кораблей, ну и главное, пункт связи Черноморского флота. А это фактически паралич всего Черноморского флота. Вот этот весь комплекс мероприятий, я еще раз подчеркиваю, это так называемый подготовительный этап в моменте деоккупации Крым. Комбинированный ракетно-дроновый украинский удар в очередной раз показал беззубость ПВО на полуострове и невозможность агрессора защитить военные объекты в Крыму. Курортный сезон еще не начался, но уже понятно, что он будет очень горячим.